Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Валащу. Наш питерский уикенд подходит к концу. Обзор всех рок популярных мест мы сделали, объездили все, осмотрели за два дня и даже побывали на одном концерте. Выводы неутешительные. Рок-музыка, как была в андеграунде в 70-80-е годы, так туда и вернулась. Рок-музыкантов много, но никто нашу музыку рок не уважает. В телевизоре рак нету, на радио мало есть, ничего нет. Даже на концерте мы были, хорошая группа, Ауткас, хорошая, современный рок гонит, метал-кор. А там был полупустой зал, и в танцполе, и наверху на вид, и в старт. Поэтому нам надо собираться в кучку всем рок-музыкантам и поднимать авторитет нашей рок-музыки. А так как до поезда у нас еще 4 часа, то мы еще решили сходить, чтобы время не терять, и посмотреть еще одну группу. Она московская, правда, это группа Эпидемии. Чем она интересна? Это группа, те еще, бронтозавры, которые зародились в 93-м году. Наряду с такими группами, как Ария Кипелов, Мастер Коррозия Металла. Все они играют тот первичный хэви-метал, который простой достаточно. Вот в той стилистике люди работают. Сейчас, конечно, так хэви-метал не играют. Эта техника очень сильно выросла, и гитарная, и барабанная, и вокальная техника усложнилась. Вот вчера Ауткаст это все продемонстрировал. Эти ребята играют тот рок. Но, тем не менее, мне было бы интересно посмотреть, кто сюда на них ходит, и ходят ли вообще. Как я уже говорил в своих сториз до начала и сразу после концерта, музыка группы Эпидемия – это тот старый, первичный, технически простой хэви-метал еще советского разлива, который начинался с таких групп, как Ария и Мастер в середине 80-х годов. Субтитры подогнал «Симон» Почему я говорю советский хэви-метал? Да потому что он просто был не западный. Но не западный не потому, что имел советское происхождение, а потому что не был западным по своей сути. От западного он принципиально отличался тем, что в нашем советском хэви-метале наблюдалась явная русская традиционная народная и эстрадная манера пения, равнодольная и распевная. Это когда протяжно пропеваются окончания слов и ударные слоги окончаний фраз ставятся точно в метрические доли такта. И такая манера пения обусловлена ритмикой русского языка и стихосложения. Именно в этом главное отличие советского хэви-метала от западного. Поэтому я даже не упоминаю о том, что наш советский хэви-метал был полностью подражательский западному. И даже не говорю о том, что он сильно проигрывал западному хэви-металу по технике игры. Я просто говорю, он был советским именно по своей сути. Со своим смешением нашего народного пения и тяжелого хэви-металлического звучания гитар и барабанов в одну кучу. В то время, когда эпидемия начинала свою музыкальную карьеру в 1993 году, на Западе уже 12 лет как рубили металл металлика и антракс. И по 10 лет делали то же самое слэйер и мега-деф. А это уже хэви-металл другого уровня сложности. И в гармонических построениях, и в рифовой новизне, сложности и ритмике, и в высокой скоростной технике игры на всех инструментах. Музыка же эпидемии больше напоминает первые, очень простые в техническом отношении, и по моей собственной классификации, пред-хэви-металлические команды, которые окончательно еще не оторвались от классического хард-рока, но уже звучащие потяжелее, статус-кво, диперпл, юрай-хип, форинер или иглз. Это группы типа Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead, Accept. То есть музыка эпидемии, на мой взгляд, формировалась с ориентацией именно на такие группы. Но повторюсь, эта музыка создавалась ими в единстве с характерной русской распевной и равнодольной манерой пения. В рок-музыке так не поют, так как рок-музыка – это порождение англосаксонского мира и полностью обусловлено особенностями английской речи, ее ритмики, а также особенностями английского тонического стихосложения, которые существенно отличаются и от особенностей русской речи, и от ее ритмики, и от особенностей нашего силлабического или силлаботонического стихосложения. Вот так до сих пор группа Эпидемия играет и поет. С простыми риффами, с простыми барабанами по четыре удара на такт и с российской мелодичной распевной, голосисто-чистой и равнодольной манерой пения. Современный же хэви-метал в техническом плане ушел очень далеко вперед. Технически это очень сложная музыка, требующая очень высокого профессионального мастерства, так как инструментальные партии стали очень скоростными, вокал расщепленным, а риффы ритмически вроде бы нелогичными, рваными, но нетипичными для старого хард-рока и первичного хэви-металла. И чтобы достичь такого мастерства, надо очень много и упорно работать. Музыканты Эпидемии – это профессионалы, и они в состоянии слушать и слышать, как звучит современный хэви-металл. И они достаточно молодые, так что в состоянии изменяться и развиваться. Захотят ли они это делать – другой вопрос. Может быть, их устраивает существующее положение вещей, или они не хотят терять своих поклонников, привыкших к их стилистике. Повторюсь, на концерте Эпидемии зрителей было намного больше, чем на молодой и продвинутой метал-группе Ауткаст. И вели себя зрители намного энергичнее. Музыканты Эпидемии смогли по-настоящему завести зал. Поэтому я еще раз отмечу их профессиональную работу, их сыгранность, сбалансированно выстроенной общей саунд-группы, чисто и отчетливо звучащие инструменты, а также хороший, чистый, профессиональный вокал, без фальши. И еще уважительное отношение к публике. Аплодирую этим ребятам, вне зависимости от того, нравится мне такая музыка или нет. Свой концерт они отработали достойно, порадовав своих поклонников. А сейчас, как уже принято в наших мыслях вслух, я зачитаю одно стихотворение по этому поводу. Называется оно «Что знают и умеют хэви-металисты». Нас слово «эпидемия» пугает, а пандемия вообще страшит. Все хэви-металисты это знают, эти даже назваться нужным так сочли. Но на поверку все довольно мирно. Играют мелодично и поют. И от своих собратьев по металлу слегка мне показалось отстают. И в технике игры, и в устрашении. Не размалеваны, как черти, не кричат. И не звучат уж очень тяжеленно. Умеренно, сказал бы я, звучат. К публике уважительны, корректны, матом не кроют, не плюются в зал. Но в то же время энергичны и эффектны. И пипл на танцполе зажигал. Меня такой российский хэви-метал не заводил, должен сказать я, никогда. И никогда не стану я апологетом, эклектики в рок-музыке. Когда к тяжелым барабанам и гитарам прикручивают мелодичный наш вокал. Поют все в долю и распевно, чисто, ярко. Но не играют современный так металл. Но должное я отдаю ребятам. Звучало все на сцене хорошо. Публика разогрета и размята. Им подпевала, требуя в конце, давай еще. На сегодня все. До скорого свидания, друзья. Так как вскоре мы покажем вам заключительное видео о нашем творческом путешествии в Санкт-Петербург. По местам боевой и трудовой рокерской славы. Из жизни русской профессуры Из жизни докторов наук Истории вам без цензуры Расскажет рокер Валащук Расскажет рокер Валащук